привет на часах уже 3 января на улице минус где-то 20 я вроде как выздоровел разделся со всеми заказами а это значит что пора снимать ролики и сегодня я расскажу о том чем же я занимался три месяца с последнего ролика приятного просмотра ну и первым делом наверное стоит сказать что первое чем я был занят это я делал кухню нам в дом честно говоря там прям вы ничего сказать чем не там рассказывать корпусная мебель все прямое единственно конечно я для этого купил сейчас покажу вот такой трафарет для еврозапила столешницы он недорогой тот самый бюджетный на которые нашел на яндекс маркете и пришлось даже к нему покупать фрезер на двенадцатую цангу единственное что было в наличии у меня в городе это вот этот диолдовский фрезер что хочу сказать дрянь полнейшая но за свои деньги он выполняет свою функцию так что не убавить не прибавить и его статьи как он справился с этим еврозапил сейчас покажу здесь атаковалась две столешницы одна глубиной на 800 миллиметров другая на 600 собственно вся фишка в том что оказывается то столешница на 800 может не совпадать с толщиной столешницей на 600 так мне получилось собственно толщина на 600 у меня больше поэтому с одной стороны у меня цепляется ламинация столешницы но в принципе результат на удовлетворительно еще есть вопрос к трафарету единственный момент вот на этом закругление не получилось стыковать плотно а так принципе на тройку за дизайн кухни не ответственно жена так что все соответственность лежит на ней на мне только реализация так что вот такой у нас получился результат вообще стоит сказать что кухню делал достаточно долго я не побоюсь этого даже наверно месяца три-четыре причина этому не только моя лень но и достаточно большое количество других коммерческих заказов плюс еще очень долго делали алюминиевый фасад со стеклом там вы были короче косяки но если вы думаете что это не позволительно долго то я вам скажу что по сравнению со следующим заказом это всего лишь цветочки здесь у меня упакованный слэп карагача практически обработаны и нужно его зашлифовать покрыть лаком и отвести заказчику но вот что было целый год назад если по-хорошему то этот заказ длился куда больше года данный слэп предназначался в качестве столешницы ванную комнату и как вы можете заметить размеры деревяшки превышает мои возможности по причине того что это было очень давно я правда не могу вспомнить как мне удалось отформатировать слэп с обеих сторон в моем чпу но исходя из отснятого материала могу предположить что это было чудо новогоднее пришлось снять жертвенный лист мдф потому как он не проходил даже по высоте первая часть у нас выровнена теперь подальше и как видите слэп неустойчиво лежит так что мне нужно подбить клинышки как я его выровняю эта плоскость у нас ровной допустим 7 миллиметров и 7 миллиметров вы не поверите но ровно стоит поэтому остается подсунуть клинышки мы получаем продолжение ровной плоскости посмотрим с этой стороны слэп поднялся слишком высоко и он не пролезает под чпу так что тебе придется разворачивать слэп на 180 стоп это же мне не поможет в общем пару дней ушло на танцы с бубнами и как итог ровный слэп и растянутая спина и ремни на моем чпу так Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Но не нужно забывать, что я все-таки еще и блогер Так что нужно снимать ролики Расскажу вам сегодня про один вот такой вот заказ В общем-то одно кафе Поинтересовалось, смогу ли я сделать 11 вот таких диванчиков С металлическим основанием И мягкой обивкой Вы можете заметить сейчас прототип данного диванчика Он получился достаточно крепким И к нему нужно еще, соответственно, металлическое основание В виде ножек, которое уже, в принципе, готово Как оно варилось, я, в принципе, показывать не буду Там тоже, в принципе, нет ничего интересного А вот увидеть, как я сделал само вот это основание И мягкую обивку к нему Я думаю, будет достаточно интересно Так что, желаю вам приятного просмотра Что же является... Ой, оленьки вышли Гляньте оленьков Быстро Это олени Круто Извините, я отвлекся В общем-то, что является основой данного диванчика Так это Вот это единственная деталь Которую я вырезал на чипу И она будет являться лекалом Переходим далее В общем-то Эта самая деталька Будет вырезаться Из 15-ти миллиметровой фанеры Это же она Казалось бы Можно было бы все вырезать на чипу Но я посчитал И даже если мы располовиним лист пополам И положим половину в чипу И пускай оно раскраивает То у нас получится Намного меньше деталей Чем вот так Не знаю, насколько бы Было быстрее Или медленнее Если бы я это делал на чипу Но тем не менее Мне не хочется Тратить фрезы На Раскрой Постоянные волнения Что Чипу куда-нибудь зайдет На Какой-нибудь саморез Закрепляющий Так что Решил не Тратить Клетки мозга На Продумывание Всего этого И решил Воспользоваться Самым примитивным Методом С этими готово Теперь Нужно Напилить Перемычки И на сборку Методом На Методом Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну и последний шаг это зачистить торцы и скруглить все острые углы Вот и все, первый этап готов, а мы переносимся в следующий день и занимаемся мягкой обивкой Переход И вот собственно уже и зима наступила Не то чтобы я так долго делаю заказы, но да, долго Итак, 11 штук сидушек у нас готово Теперь надо все это сделать мягким и очень приятным Приступаем Что по поролону Сразу скажу, что заказчик установил рамки жесткой экономии Так что наверняка Саша Честер скажет, что это полное фуфло Но это плотность 22-40, поролона в принципе везде На сидушку пойдет 50 мм, на спинку 30 мм И на боковушку я сразу же вырезал 10 мм поролончик И сверху соответственно синтепон По синтепону не знаю, либо один слой сантиметрового, либо скорее всего два Так что можно приступать По клею использую вот такой Ново, в принципе отличный клей Большинство мебельщиков у меня в городе используют именно его Собственно наливаем краскопульт и распыляем все по поверхности Вот такой вот, жиденький, в принципе Не требует разбавления ничем Я в принципе догадываюсь, как сильно многие мастера любят фирму Элитек Но вот эта падла Все равно включается и работает Очень хотелось бы его поменять, но Он пока держится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь один момент Нужно нам отрезать вот такой уголок Изнутри Зачем я отрезаю этот уголок Может лучше, наверное, потом объясню Хотя, в принципе, можно и сейчас Наш чехол будет состоять из вот такого же, в принципе, Г-образного формата Если можно так сказать Вот И если мы просто пристрелим сзади и по бокам нашу ткань То середина может у нас, соответственно, при елозине пятой точкой Она может смещаться сюда, а сюда не важно Короче, будет двигаться Поэтому нам нужно затянуть вот этот уголок и пристрелить его изнутри Для этого, чтобы было как-то поудобнее, что ли, жертвенную ткань, которую будем пристреливать Продевать через серединку Я отрезаю, собственно, вот этот треугольничек Тем более, что поролон, который сейчас будет на спинке Он-то, соответственно, и, по сути, перекроет практически этот срез Я, кстати, наверное, многовато отрезал Ну ладно В принципе, синтепон все нивелирует Теперь спинка Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что касается ткани Как я ее вшил, я, в принципе, показывать не буду Потому что нечего тут показывать Весь чехол состоит из четырех частей Это спинка целиковая, часть сидушка И две вот таких боковины тоже буквы Г Все сшивается Надевается И вот что касается серединки Если мы здесь ничего не будем делать То когда мы будем сидеть Эта вот штука будет вот так вот слезать Это будет крайне жутко даже Это даже не некрасиво Именно поэтому А, тогда из пяти частей Потому как Также я пришил еще вот такую жертвенную полоску Которую мы проденем Через Вот этот Ну, отверстие, скажем так Щель техническую Продеваем сюда Поднатягиваем И пристреливаем Только, наверное, к сидушке Потому что там 8-миллиметровая фанера Здесь шестерка Вот такие дела Для пущей уверенности Я отмечу, допустим, 2 см И на эту длину Буду натягивать Нашу жертвенную полоску Переворот В целом По-моему, неплохо Осталось Аккуратненько все натягивать И пристреливать Спинку И сидушку Субтитры сделал DimaTorzok оба вот такие дела принципе все останется сзади прибить допустим любого цвета у меня это черный испан бонд останется прикрутить мягкую часть к металлическому основанию и принципе все готово вот такая кафешка но помимо диванов я еще делал для них различные декоративные кашпо и достаточно внушительных размеров бар которым нашлось место не только лдсп но и натуральному дереву есть небольшие обновки на канале пришла вот такая посылка но я думаю что распакуем ее в следующем ролике должна быть очень годная ну и помимо этого конечно было достаточно много заказов по корпусной мебели всякие шкафы кухни показывать их конечно я честно говоря не имею никакого желания да и смысла в этом тоже принципе не вижу потому что ну это слишком примитивно и по сути является для меня больше как средства заработка они для ретрансляции того что я люблю делать в своей мастерской в общем то в принципе наверное сейчас буду опять зарекаться но год начался новый он точно будет не легче чем предыдущий но все равно скажу что постараюсь выкладывать ролики чаще достаточно длинные надеюсь будут ролики надеюсь как этот на этом наверно все если вам ролик понравился то ставьте лайк подписывайтесь на канал и увидимся надеюсь недели через полторы две пока